Евросоюз До 2017 года Грузия стала первой страной в регионе, граждане которой могут посещать Европу без виз. Европейским союзом и Грузия как открытие, где и Грузия открывается, и Европейский союз тоже открывается. А я думаю, что этот шаг, безвизовый режим, означает, что уже и двери открываются. Пока Грузия открывает двери в Европу, в двух регионах страны продолжают возводить границы. Колючая проволока проходит между домами и садами, в местах, где раньше родственников и друзей не разделяли даже заборы. Эти кадры мы снимали в селе Джарияшени Горийского района, где местные жители собирают урожай в своих садах в нескольких сотнях метров от российской военной базы. Переход за колючую проволоку по любому поводу грозит тюрьмой и штрафом, даже если человек решил посетить старинную церковь, кладбище предков, или поработать в поле, которое еще недавно принадлежало его семье. Инциденты с задержаниями местных жителей происходят по несколько раз в месяц. Вопрос отколовшихся территорий Абхазии и Южной Осетии продолжает оставаться одним из самых болезненных и актуальных для общественности Грузии. Поэтому, празднуя важную победу на европейском направлении, правительство не забывает подчеркнуть, что путь в Европу открывается для всех граждан Грузии, в том числе и тех, кто проживает на территории Абхазии и Цхинвальского региона. В Министерстве по примирению и гражданскому равноправию уверены, что Европа является самым прогрессивным выбором, и идти в этом направлении нужно вместе. Необходимо, чтобы мы хорошо увидели культуру тех стран, которыми нам придется в ближайшее время жить. Потому что политика Евросоюза – это есть мирная, это есть развитая и многообещающая политика для всего мира. Быть частью этого и вместе с этим с ними праздновать величайшие победы человечества и правды человечества – это гордость. Я уверен, что в этом процессе, когда мы будем участвовать, вместе с нами будут и Абхазы и Осетины. Чтобы пересечь границу с Европой с целью поездки сроком до трех месяцев, гражданин Грузии должен представить на границе биометрический паспорт. Такие документы с высокой степенью защиты и возможностью считывать электронную информацию в Грузии были введены специально, во время подготовки к безвизовому режиму. Теперь грузинским паспортам доверяют пограничники в 30 странах Европы. Это все страны шенгенской зоны, а также страны-кандидаты на присоединение к ней, в том числе не входящие в Евросоюз, Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария. Не стоит забывать, что поездки в Европу иногда могут быть связаны не только с шопингом и развлечениями, но и с учебой, а также посещением медицинских учреждений. Это высококачественное образование, которому аналога нет, в котором все со всего мира люди специально огромные деньги платят, чтобы как-нибудь попасть в эти университеты и получить образование. А нам Евросоюз дает код, а мы с удовольствием делимся этим кодом и с Абхазами, и с Адгитинами. Известный факт, что уникальные, шикарные дамы здравоохранения есть в Евросоюзе. И пользоваться этим здравоохранением необходимо. Однако действующие правительства в Сухуми и Цхинвале интегрироваться с Европой пока не собираются и ездят в европейские города только по российскому паспорту и в составе делегации российского правительства. Между тем, в Европе готовы принять рядовых жителей Абхазии и Южной Осетии, но только на тех же основаниях, что и остальных граждан Грузии. Если вы меня спрашиваете, какое влияние может это иметь на возможности людей, которые проживают в регионах, которые мы называем по-английски breakaway regions. Так что регионы Абхазии и Южной Осетии, конечно, это намного сложнее, потому что это вообще зависит от того, какие у них возможности вообще, чтобы путешествовать, какие у них возможности есть на то, чтобы они приезжали сюда, в эту часть Грузии. В правительстве Грузии уверены, что интерес к новым европейским возможностям у Абхазов и Осетин есть и готовы оказать им помощь в получении биометрического паспорта. Я думаю, тот интерес Абхазов и Осетин, проживающих на Южной Осетии, абсолютно очевиден и абсолютно логичен. Да, мы рады, мы приветствуем, всячески будем помогать в дальнейшем получать паспорта грузинские, чтобы как можно больше наших граждан выехало в Европу, увидело все эти прелести, которые там есть, увидело тот стандарт жизни, к которым мы стремимся. Но как жители Абхазии из Хинвайского региона могут получить биометрический паспорт на практике? Далеко ездить для этого им не придется. Документ можно оформить в одном из четырех общественных центров, которые открыты по инициативе Министерства юстиции Грузии, близ конфликтных регионов, в селах Рухи и Урсантия, недалеко от административной границы с Абхазией и в селах Меджврисхеви и Тквиави в Горийском районе. Развитие проекта общественных центров в Грузии также осуществляется с помощью финансовой поддержки Евросоюза. Сегодня по всей Грузии функционирует уже 47 общественных центров. Их главная цель – предоставить государственные сервисы жителям сел, находящихся вдали от районных центров. Центр в селе Меджврисхеви находится в четырех километрах от разделительной линии. Здесь обслуживают жители десяти окрестных деревень. Это означает, что около 15 тысяч человек могут, не выезжая в город, получить более 200 видов услуг от государственных служб. В современном здании для них подготовят любой документ из Национального архива, Гражданского реестра, Агентства социального обслуживания. Здесь же действует банкомат, где можно получить пенсию. Сюда обращаются, чтобы оформить автомобиль. Сельчане также могут проводить в общественном центре собрания, посещать библиотеку, получить доступ к компьютеру и бесплатному интернету. Местным жителям не приходится ездить ни в Тбилиси, ни в райцентр, чтобы получить паспорт или удостоверение личности. Квалифицированные операторы сделают все на том же уровне, что и в столице. Абсолютно всеми этими сервисами, включая получение пенсии, могут пользоваться и жители Абхазии и Южной Осетии. Однако не все так просто. Осетины и Абхазы не выстраиваются в очередь, чтобы оформить грузинские документы, даже несмотря на то, что это легко и быстро. Причина известна. Паспорт гражданина Грузии, который признают в Европе, на территории Абхазии и Южной Осетии может стать проблемой. Когда мы говорим и разговариваем с нашими друзьями в Абхазии и Южной Осетии, главный фактор, чего они боятся, чего страх, чего есть, это того, что если кто-нибудь узнает, что они получили, то есть имеется в виду Госбезопасность Российской Федерации, которая очень активно работает на оккупированных территориях, узнает, что наши граждане, проживающие в Южной Осетии и в Абхазии, получили грузинские паспорта, у них когда-то после этого возникают проблемы. Никто не хочет жить в каждодневной ситуации с проблемами, тем более с КГБ, которая трансформировалась сейчас, называется ТСБ. Это и есть основной фактор, почему люди все-таки еще воздерживаются получить паспорта. Я бы хотел сказать, что база выдачи паспортов и личных номеров районной Грузии, доступ к этой базе нет ни у кого, кроме правоохранительных органов. База очень хорошо защищена, это является частью политики Грузии, и это прямо напрямую связано с университетом. С точки зрения европейцев все очень четко. Предъявитель грузинского паспорта может даже не проживать в Грузии и ездить в Европу из любой точки мира. Визу у него все равно не потребуют. Геометрический паспорт – это вообще, конечно, современные условия для того, чтобы поездки, они могли быть организованы с точки зрения безопасности. Действительно, мы знаем, мы действительно можем идентифицировать этого человека. С точки зрения нет и не имеет для нас никакого значения, где этот человек проживает в Грузии. И же, где этот человек вообще проживает. Потому что может грузинский гражданин проживать где-то, не знаю где, в какой-то другой стране. Но у него есть паспорт, это свидетельство того, что он в Грузии. И мы не думаем о том, что есть какое-то с этой точки зрения, есть какое-то соревнование между нами и Россией в какой-то другой стране. У нас есть такие соглашения о безвизовом режиме с другими странами тоже. Раньше, чем с Грузией, мы закончили такое же соглашение с Мордовией. И там тоже есть некоторые сложности. Конечно, но я думаю, что принцип остается тот же самый. Судя по первым месяцам после отмены виз, граждане Грузии активно осваивают европейское направление. И если для туристов из Европы путешествие на Кавказ все еще является экзотикой, то для грузин европейское путешествие уже перестало быть чем-то необычным. В связи с высокой популярностью путешествий в Европу правительство уже поставило задачу расширить аэропорт Кутаиси, где базируются лоукостеры, бюджетные авиакомпании. Окажутся ли в этом туристическом потоке Абхазы и Осетины, зависит от успеха европейского пути Грузии в целом. Я хочу обратиться ко всем Абхазам и Абхазам, чтобы они взяли грузинские паспорта и получили все те блага, которые Грузия и Евросоюз дают этим гражданам. И от этого в конце, когда они все это посчитают, когда пройдут годы, их дети, их родители их за это благодарят. Потому что спасенная жизнь дедушки и бабушки – это дополнительные годы отношения с ним. Хорошее обучение дано молодым и большим детям, сыновьям и дочерям – это хорошая работа и будущее, обустроенное вашим детям. И отказываться от этого из-за каких-то предрассудков – это неправильно, как минимум. И, конечно, мы понимаем очень хорошо, что успехи Грузии с точки зрения вот сферы экономики, с политической сферы и, может быть, тоже с точки зрения того, как грузины, какие у них отношения с миром, какие возможности, чтобы путешествовать, имеют влияние во всем регионе. Потому что граждане других стран или граждане тех регионов, люди, которые проживают в этих странах, все они смотрят на это. Как, наверное, и Грузии смотрят на другие страны. Так что, с этой точки зрения, конечно, безвизовый режим имеет влияние. Я это тоже чувствую. Потому что, конечно, сейчас, если вы смотрите на весь этот регион, если смотрите на страны, которые имеют общую границу с вашей страной, с Грузией, ни одна из них имеет безвизовый режим с нами. Конечно, это отличает, конечно, немножко от других, с точки зрения отношений с Европейским Союзом. Конечно, мы знаем очень хорошо, что Европейский Союз, он тоже не существует один, только. Есть такой широкий мир. Но все равно я думаю, что мы, как Европейский Союз, один из самых важных актеров в мире. С точки зрения интереса, с точки зрения поездок, я думаю, что Союз Европы все еще остается, может быть, не только один из самых привлекательных частей мира, но я думаю, что она самая привлекательная часть мира. Грузия сделала свой выбор и готова идти в Европу, меняясь и совершенствуясь в процессе пути. Абхазам и осетинам тоже предстоит сделать выбор, и с недавних пор он выглядит так – колючая проволока или же европейская зеленая зона. Редактор субтитров А.Семкин